Совещание началось с подведения итогов главного политического события этой недели – выборов губернатора Московской области, которые прошли в регионе 9 сентября. В едином дне голосования приняли участие более 2 миллионов 900 тысяч жителей. Явка составила 38,59%. Победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев, набрав 62,52% голосов. О том, как проявили себя мытищенцы в день выборов, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи. По итогам выборов на территории городского округа Мытищи численность избирателей, включенных в список избирателей, составила 168 973 человека. Проголосовало, как уже сказал Вик Сергеевич, 49 671 человек, то есть явка составила 29,4%. Напомню, что на территории городского округа Мытищи в день выборов в свои двери открыли 115 избирательных участков и один временный, образованный на базе Мытищинской городской клинической больницы. На 110 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней КАИП-2017 и на 74 осуществлялось видеонаблюдение. Затем участникам оперативного совещания представили результаты губернаторской премии «Наше Подмосковье». С докладом выступил заместитель главы администрации Валерий Конягин. Он рассказал о том, что церемония награждения в этом году прошла в Ленинском районе. На мероприятие были приглашены около 4000 человек. Это победители, члены инициативных групп, представители прессы. Мытищинская делегация в составе 87 человек тоже приняла участие в мероприятии. Количество победителей в этом году составило 2018 человек. Их предстояло выбрать из 20,5 тысяч проектов. От городского округа Мытищина конкурс представлено 537 проектов, 62 из них вошли в число победителей. Последний вопрос касался предстоящего фестиваля «Сельское подворье», который состоится на территории Мытищинской ярмарки 15 сентября. Фестиваль в округе проводится в третий раз. Основная цель данного фестиваля – популяризация сельского хозяйства среди населения. Продемонстрировать жителям возможность выращивания урожая в личных потворьях и малых фермерских хозяйствах на Мытищинской земле. Обмен опытом между фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств. Также будет представлено продукты питания, произведенные мытищинскими фермерами. Фестиваль начнется в 11 часов и продлится до 18.00. Все желающие смогут добраться до Мытищинской ярмарки в этот день бесплатно. От станции Мытищи, а также центральной площади и обратно будут курсировать автобусы. Юлия Федорененко, Денис Корнев, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова